Что вы думаете, вот такое время мы живем, когда у нас ненужные дети и брошенные старики. Почему это происходит? Это происходит от того, я так считаю, что люди забыли Бога, перестали верить Ему. Каждый пошел по своей дороге, стал жить так, как хочет он, а без Бога не будет ни спасения, ничего, полное забвение. Таня – сестра милосердия из Сорокташской Свято-Троицкой обители. Это там, где совсем недавно пролегла граница между Россией и Средней Азией, а ветра и метели, как будто в усмешку, заметают ее всякий раз глубоким снегом. Здесь, в Оренбургской области, русская беженка из Сыгджикистана обрела для себя новый дом. Наша обитель существует с 1991 года. Батюшка сначала к батюшке привели двух детей. Тоже привела одна бабушка и сказала, что они никому не нужны. Батюшка взял их к себе. И потом стали опять приводить еще детей, и пожилых людей стали приводить, которых многие сейчас у нас живут, их кого выгнали, кого били. И они приходили к батюшке, просились, и постепенно люди передавали об этом, что батюшка одного взял, второго, и стали приходить. Священник Николай Стремский, настоятель храма Погрова Пресвятой Богородицы. Глава всей Сарахтарской обители, куда теперь входят дом милосердия, где живут одинокие старики, дом малютки, где подрастают брошенные от рождения дети, святотроицкое сестричество, собравшее во Христе 12 сестер, и православная гимназия, опекающая около 80 девчонок и мальчишек. Когда в 90-м году отец Николай после окончания семинарии в Троице-Сергиевой Лавре приехал в Саракташ, то вряд ли помышлял, что через каких-то 7 лет все сложится именно так. Но возобновление богослужений в поселке совпало здесь с началом служения попавшим в беду людям, то есть служения тем, о ком Господь сказал, «Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Священник Николай Стремский стал отцом насельников Саракташской обители не только в духовном смысле. Особенно ответственность за жизнь маленького человечка привела отца Николая и его супругу, матушку Галину, к мысли, что ребенка мало просто накормить, обуть, одеть. Надо дать ему почувствовать себя защищенным и желаемым. Вскоре семья Стремских увеличилась на 22 человека. Вот у нас брат и сестренка Миша и Катя, у них мама, в общем-то, обгорела и умерла. Есть еще такие случаи, но в основном из неблагополучных семей. Многие просто сразу отказные с роддома, такие есть. Прямо малышами сразу от них мам отказались. Есть мам малолетки, такие, что просто они, ну еще, видно, так у них получилось, еще необдуманный шаг, и этот ребенок им оказался лишний, ненужный. Есть разные случаи, есть случаи, что были пьянки такие страшные, что даже родители лишили родительских прав, но что интересно, мало того лишили, но когда они жили в детском доме, мы собрали уже с детского дома, и их, естественно, никто не навещал, они, в общем-то, оказались никому не нужны. Даже вот бывают случаи же, что в детском доме ребенок живет, и его родители, ну, по каким-то причинам там их лишили прав, там тоже плохой образ жизни, но они навещают все-таки, как-то проявляет любовь к детям, а эти дети были совершенны. Они никому не нужны, и вот их мы забрали. Обитель милосердия росла очень быстро. Со всех концов бывшего Советского Союза стали стекаться сирые дохворы. Пришла и помощь в лице добровольных жертвователей. Кипела вокруг зависть и злоба. Одни спешили помочь, другие урвать. Чтобы как-то расширить территорию, приходилось за один плохенький домик покупать соседям по три квартиры. Однажды в их окно бросили бутылку с тлеющей паклей и керосином. Дом вспыхнул. На счастье, все были в церкви, даже малыши. Никто не пострадал. Долгое время обители обсчитывались за электроэнергию, начисляли тарифы, как с промышленников, не за 220, а за 380 вольт. Когда мнимый долг вырос, отключили свет и тепло. Но они не успели замерзнуть. В последний момент бухгалтер дома милосердия выявил подмену. Потом, специально или нет, это уж Бог ведает, вышел закон, запрещающий усыновлять более семи детей. Но сердце здесь уже билось, и его теплые токи притягивали щедрые и открытые души. Вскоре на фоне сороктажских лачуг вырос храм, словно сшедший со страниц старинной русской сказки. Вознеслись терема, не уступающие по красоте дворянским усадьям. Мы вообще-то не задумывались над допросом материального обеспечения, поверьте мне. В общем-то, когда мы шли на шаг воспитывать детей, то у нас было просто желание воспитывать детей православной вере. У меня не было никакой материальной базы. Она у меня сейчас очень шаткая, как говорится. Мы же живем одним днем. Сегодня, слава Богу, завтра я не знаю, что Господь даст. Но я верю в милость Божию, в промысел Божий. И находятся добрые люди, которые все-таки... Ну, как-то мы, видите, как все-таки не голодуем. Не сказать, что мы голодуем. Слава Богу, есть что покушать нам. И, слава Богу, есть что одеть детей. То есть, вот он же, Божий промысел. События последних лет приучили нас ничему не удивляться. Ни хорошему, ни плохому. Мы привыкли к сообщениям о росте преступности, бастующих учителях, заброшенных пахотных землях. Всенародно избранные наши правители озабочены поиском земных благ. Россия нищает год от года. Сорокташи торгуют товаром, привезенным из Москвы. Это за тысячу-то верст. Да и тот, в свою очередь, попал к нам из-за границы. Ловишь себя на мысли, что даже не переживаешь уже. С одинаковым прищуром глаз смотришь и на добрый поступок, и на злой. Сколько лет понадобилось для того, чтобы омертвело все в этой промозглой глуши. У нас была церковь, там в деревне хуликов. Один фуллиган взял, да сожжал у нас ее. Деревянная была она. Далее я сомню. Ночи, внутрь. И говорит, если есть Бог, и залез на престол, и говорит, то пусть сейчас меня накажут. Как жители-то относятся к тому, что дети, к тому, что приют, к батюшке, к его работе? Как, по-разному или как? Да, будет по-разному. Я, например, туда, как говорится, ноль не мали. Моя бабушка тоже сам. А когда какой-то пожертвует, нет, мы выделяем. Ежедневно в обители работает пекарня. Теплый душистый хлеб и лакомый кусочек на детский стол и форма поддержки своих работников в счет задержанной заработной платы. Заходят за монастырским хлебушком и жители поселка. Обитель сегодня одно из немногих мест, где можно еще найти работу. Все-таки 80 детей, это 20 старушек, категория населения, требующая ухода. И это не под силу одному батюшке с матушкой и 12 сестрам милосердия. Но про зарплату не спрашивают, уже как-то неловко. Известно, что из бюджета начисляют деньги только учителям, и то 30% от положенных. Все остальное надо искать самим. Недостроенными стоят Никольский храм и детский корпус, рассчитанный на 40 мест. Зато в гимназию могут поступить поселковые ребята. И 40-х через своих детей понемногу пробуждается от затянувшейся спячки. Так, садись, чтобы жил богато. Чтобы не забывал нищих у себя, и задавал им деньги. Чтобы не забывал. Чтобы делал добро, чтобы никогда не забывал нищих. Делал добро. Гляну к северу, там в глуши пустынь. Снег, что белый пух, быстро кружится. Подымает грудь море синее, и горами лёд ходит по морю. И пожар небес ярким заревым освещает мглу непроглядную. Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная. Уже есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить головы. Когда перешагиваешь стены обители, словно попадаешь в другой мир. Здесь строго, но не чересчур. Весело, но не бескраю. Радость, спокойствие и деловитость всех, от мала до велика. Дети учатся, бабульки ходят в церковь, сёстры тихо ступают по земле, везде при этом поспевают. Дети у нас тут есть, я дитям вяжу, носочки вязала, носочки перевязала, а мне теперь, Валя, заведуша, мне сказала, баба Валя, вы вяжите им варежки. Ну, теперь варежки вяжу я и платки вяжу. У нас внуки, только внуков. Как вы видите, так бабушка, 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 бабушка. Варя, матушка, да, они кричат, бежат. Ну, как здесь, дядь будет тут скучать. Или, как вы видите, кричат, привыкли. Мы одна семья. Нет, здесь скучать не будешь, если весело. Сегодня праздник. Николин день. Ночью пурга улеглась и светит солнце. Весело пощипывает мороз. У отца Николая именины и сестры решили его поздравить. После службы ничего не подозревающее батюшка задерживается в храме. Все терпеливо ждут. Подошла Анна Матвеевна Балахонова. Всю свою жизнь она проработала в Оренбургском телерадиокомитете. Вольной или невольной ей приходилось участвовать в кампании по разрушению церквей. Кстати, в 61-м году разрушили и церковь Саракташи. 30 лет спустя возрожденная святыня оказалась для нее единственным прибежищем в этом мире. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. 7 лет жизни в окружении детей подсказали отцу Николаю печальную истину. Чем больше они пробыли в атмосфере разврата и пьянства, чем больше видели дурного, тем труднее им потом одолеть греховный навык. Дух искушающей родителей проникает и в эти стены. И борьба в сознании ребенка порой идет совсем не детская. Что же касается ген родителей, то отец Николай уверен, что этого не стоит излишне бояться. Склонность к греху есть у нас у всех. Но Божья благодать перерождает и побеждает всякие гены. Если бы родились дети, которые предполагались по Божьему промыслу родиться, и сколько было бы у нас интересных людей. Представляете себе, вокруг нас было бы интересных людей. Были бы какие-то ученые, какие-то профессора, какие-то просто хорошие, добрые люди. Понимаете, как в том же телевидении, может быть, было бы много интересных людей. Много было бы людей, допустим, правительствия и прочее. Они должны были быть, но мы, как говорится, препятствуем, мы сдерживаем, понимаете, как в своей испорченной воле промысел Божий. А папа, наверное, строгий. Нет, хорош. Нет? Добрый. Добрый. В их глазах, в их глазах свет. Они вот так посмотрят, вот слово одно скажут, и так приятно, с ними очень хорошо. Очень хорошо это. Конечно, с детьми это огромное счастье. А их здесь много. И будет еще больше. Небо и земля, небо и земляны не торжествуют. Ангелы-люди, ангелы-люди в весело ликуют. Христос родился, Бог воплотился. Ангелы поют, слава дают. Пастухи играют, пасты развлечают. Чудо-чудо возвещают. Вовек приеме, вовек приеме радость наступила. Чистая дева, чистая дева, сына породила. Христос родился, Бог воплотился. Ангелы поют, слава дают. Пастухи играют, пасты развлечают. Чудо-чудо возвещают. В морозную сухую погоду колокольный звон расходится далеко за сороктаж. Разливается по степи, перешагивает через реки и государственные границы. И тот, кто его услышит, поднимет голову и посмотрит вдаль, невольно соизмеряя расстояние между собой и источником далекого звука. Наденька, будем вставать, будем вливать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok